Сегодня в программе нам удастся опять немножечко попутешествовать, не выходя из гостиной или, в моем случае, из студии. Сергей, здравствуйте. Приветствую вас. Вы, простите, продолжаете травить душу. Я давно очень фантазировал о поездке в Непал, а последние года 4-5 я мечтаю о поездке в Африку. Но про нее не знаю совсем ничего, поэтому хочу спросить у вас. Насколько я знаю, вы путешествовали почти везде, в том числе и по самой странной пустыне, говорят. Это факт, и душу я продолжаю травить намеренно, потому что, в общем-то, пора собираться в путь. В студиях, конечно, хорошо и уютно, но там наружу-то все-таки интереснее. Африка для меня особое место в жизни занимает. Меня судьба с ней в некотором смысле повенчала, потому что я с 10 лет там оказался. Покойные родители меня туда привезли. Я там вырос, впечатлений масса. Потом я начал там работать и много командировок. И в основном это, конечно, страна Афри... В основном это страна африканского рога. И вот сейчас мы перенесемся как раз в самую сердцевину африканского рога. Это пустыня или впадина, как ее еще называют, Донакиль. Донакильская пустыня. Это не только пустыня, это еще и называют еще и Донакиль депрессион. То есть не в смысле депрессии, а в смысле впадина. Это самая низкая сухопутная на Земле локация. Это там более 100 метров ниже уровня моря, да? От 100 до почти 200 метров ниже уровня моря. Там местечки Долол, мы его увидим. И там нет воды? Но там масса соляных озер. Причем соляных-соляных. И вообще надо сказать, что соль это единственное, собственно говоря, что производится в этой пустыне. Это и верблюдоводство, и соль. Вот здесь мы видим, как вот эти соляные пласты, соляные кубы, они называются ганфур. И соль, и производство, и торговля соли измеряется именно в этих ганфурах. Вот они такими топориками афары вытачивают эти соляные кубы и пласты. И дальше караваны верблюдов, караваны за караванами. А сейчас уже кое-где и грузовики везут их в порт и везут их в районный центр, где идет активная соляная торговля. Дальше перерабатывают пищевую соль? Да, да, да. И это очень высококачественная соль. И вот жители, обитатели этих мест, афары, это кушитский этнос, это очень стойкие, мужественные люди, как внутренне, так и внешне. И их называют люди, живущие между засухой и наводнением. Мы увидим сейчас цвета потрясающие, их называют technocolors. Данакель, это и обсидиан, и песчаник, это и сер, и охра, и фосфор, и все это бурлит. Здесь потрясающая красота, но эта красота очень суровая. Где-то мы называем лунный пейзаж, где-то мустанг. Здесь Юпитер, кольца Сатурна, все что угодно. Здесь мы называем просто экстратерестриал, вот такие вот диковинные, причудливые формации. Нельзя не сказать все-таки немножко о том, что наш великий, замечательный соотечественник Николай Гумилев путешествовал по этим местам и в переписке с Брюсовым. Он писал, что «моя мечта – пройти с севера на юг, доданакельскую пустыню, дойти до озера Рудольфа, разведать рассеянные там дикие племена, которые никоим образом не относятся к правительству или какой-то местной власти». Он в вступлении в своем к сборнику «Шатер», в частности, он посвятил Африке и Эфиопии чудесные строки. «Огнушенная ревом и топотом, облеченная в пламя и дымы, о тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы. И твое, раскрывая Евангелие, повесть жизни ужасной и чудной, о неопытном думают ангеле, что приставлен к тебе безрассудный». Это он писал как вступление, посвящая африканскому континенту. И в частности, в своем стихотворении «Абиссиния» Гумилев обращался именно к Эфиопии. Он писал так «между берегом буйного Красного моря и суданским таинственным лесом видна, разметавшись среди четырех плоскогорий, с отдыхающей львицы схожа страна». Вы говорите про Афаров. Кто такие Афары? Филипп, вообще Афары – это этнос, это кушитский этнос. Говорят они на кушитском языке. Это сомалийский субэтнос. Это ближайшие родственники сомалиц. Там есть Сомали, Иса, кстати, ближайшие враги Афаров. И сами по себе Афары – это отдельная совершенно группа. Они воины, они по натуре воины. Например, у Афаров главная поговорка звучит так «Лучше умереть, чем жить не убивая». Вдумайтесь только. Чтобы Афармом жениться и стать полноценным членом племени, у них есть традиция – он должен оскопить врага. И, так сказать, результат оскопления – преподнести невесте на подносе на свадьбу. Таким образом, утвердив, доказав свой некий высокий уровень маскулиности. Если он за тебя, если он твой друг, он на смерть пойдет. Если враг – лучше текать. Даже в чем можно сравнить? Есть шанс оказаться в этой компании. Есть такие башни. Вот у нас в Осетии, в Ингушетии, в Сванетии есть такие родовые башни. У них эти башни, но они чуть поменьше. Я спрашивал их, ребята, а что это за башни? Это же не родовые склепы. Он говорит, это башни. Ведь охоронят их просто в грудах таких камней. Там, слава тебе, Господи, достаточно песчаника, обсидиана, вулканических извержений, магмы, лавовых камней. А эти башни – это… Там до сих пор существует кровная месть. И башни, если отказались, так хоронят неотомощенных кровников. То есть кровные враги, которые не отомщены. И вот эти башни принадлежат именно им. Я знаю, у вас есть видео из тех мест, я слышал, которые мы могли бы посмотреть. Это было бы, на мой взгляд, трогательно. Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонкие колени. Обняв, послушал, колёв, колёв, на озере, чат, изыскал, против, шурава, 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 шурава. Ура! Класс. Они очень трогательные, очень способные. Потрясающий музыкальный слух у афарских детишек. А когда в конце я крикнул, почему я крикнул ещё и «зырав», потому что на их языке «зырав» означает «победитель». Ой, какой прекрасный, к сожалению, конец беседы. Мы ограничены по времени, но хочется туда. Но на всякий случай, от своего лица и от лица опытных путешественников, возможно, наших зрителей, насколько это по шкале сложности путешествий сложное? Филипп, я тут, может быть, где-то повторюсь, буду несколько тривиален. Надо позвонить нам, мне, в гимнадский клуб. Мы это обсудим. Насколько глубоко мы будем погружаться в этнос, в племя. Насколько глубоко мы будем погружаться непосредственно, будет ли то пустыня или другой какой-то природный ареал. Насколько мы хотим это сделать. Или это можно сделать более поверхностно, чтобы человек просто ознакомился, чтобы это не сопрягалось с какими-то совершенно необоснованными рисками. То есть все это реально. Но для этого нужен драйв, любознательность и лучше все-таки сам. Так хорошо, что не только рассказали, но я и могу наших зрителей передать вам для осуществления своей мечты, для осуществления таких путешествий. Спасибо за предложение, спасибо, что рассказали. Спасибо огромное. Ждем всех в пустыне Данаки. До встречи, спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok